Здравствуйте, друзья! Светлана готовится последовать рецепту Натальи Квик. Я бы даже сказала, что не я готова, а у нас есть много гостей, которые будут мне помогать в этом. Мы сейчас будем модифицировать рецепт. Большой коллектив будет идти по стопам Натальи Квик. Естественно, что повторить абсолютно не удастся. Будем повторять, как сможем. Света, в чем идея, скажи, рецепта Натальи? Ну, она дала очень симпатично выглядящий рецепт куриные грудки, начиненные ветчиной и сыром. Мы сейчас попытаемся это воплотить, но, может быть, будут какие-то мелкие... У меня только один вопрос. Чесночок там где-то будет? Ну, вроде в шпинате. Я взяла с собой, у меня есть чеснок. Чесночок. Вот с чесночком. А майонезик там что-нибудь мажется майонезиком? Нет, нет, нет. Там ламфредо соус. Дмитрий, что это было до того, как его отбили? Ну, это была целая грудка, да. Это была целая грудка, которую мы со Светланой резали пополам. Так. Порой, кстати, не совсем аккуратно у нас получилась, а здесь грудка получилась с некоторыми отверстиями. То есть это полгрудки? Да, это полгрудки. Вот некоторые получились очень даже неплохие. От что вы смываетесь? Я ее мою. Она что грязная, что ли? Ну, она не грязная, она как бы в курице. Она не грязная была. Она в курице, грудка в курице. А была в чем? А была в... Упаковке. Упаковке, да. А куда же вы это все перекладываете? Это вначале порезали, потом отбили. Отбили. Вот. Сейчас помоем. Так. Вот. И вытираем, чтобы она не была мокрой. Так, то есть важно, чтобы воды не было. Да, чтобы вода, лишняя вода, чтобы она ушла. То есть так сама она не утечет, если ее наклонить там. Не, ну она утечет, но это же долгий процесс, на самом деле. А как он? Портереть это проще. Хорошо. Хорошо. Так. Вот видите, тоже отбита. Отбита была за неимение молотка кулаком. Так. А, то-то я смотрю, они стучали кулаком по прилавку, можно сказать. Да. Это вы отбивали так? Да. Завернули мы в пленку полиэтиленовую. Вот так отбивали куриные грудки первобытные люди. Отбивали кулаком. Точно. Вах, вах, вах. Я думаю, что Наталья Квик не будет нас сильно критиковать. За кулак. Да, за кулак. А что было, тема отбила. Да. Значит, можно сказать, курицу нельзя осудить за связь с кулаком. Нет, никак. Нет, никак. Она не повинна. Она остается чисто пролетарским продуктом. Так. Ну, а какой будет следующий этап? Так. А дальше мы будем смотреть, нам нужен соус приготовить. Вот Светлана уже начала заниматься грибами. Так. Вот. Дальше будет соус, который уже будет заливаться, так сказать, наше блюдо. Да. А блюдо будет состоять из курицы, а в нее завернут сыр и ветчина. Понял. Давайте мы посмотрим немножко на грибочки. Света. Ты грибочки, я смотрю, прямо из баночки. Грибочки. Ты знаешь, что я не сама придумала. Ну да. Это грибочки, как у Наташи. Ну покажи баночку, может быть, чтобы было видно. Органик. Органик. Грибочки. Слайс с маслом. То есть, порезанные грибочки. Они же шампиньончики. Правда? Грибочки. Ты их на маслице на каком? Ну, это на обычном. На обычном. На обычном. Каноло О. Каноло О. Ну хорошо. Ладно. Ой, пахнет. Слушай, как пахнет? Это, друзья, если кто не знает, тут вот итальянская семья. Вот это классический альфредо соус. Света, скажи, для чего люди используют альфредо соус? Ну, вообще-то, будет с макаронами. Итальянцы. Итальянцы. Прямо берут, заливают макароны этим альфредо соусом. Боже. Ну-ка, а мы будем что им заливать? А мы будем грибы заливать. Пошли. Еще раны немножко. Добавим. Вы видите. Сюда ее сболтать и сюда. Горячий, да? Не, горячий. Ну, не надо. Зачем горячий? Горячий-то лучше холодный. Почему? Ну, горячий, не знаю. У нас в Москве хуже горячий, чем в Москве. Нет, так она же горячая и кипящая. А, тогда да. Ну что же, мне кажется соус альфредо абсолютно не помешал грибовикам. Не спорта. Нет, нет. Совершенно. Света залила воды в банку, да? Да. Теперь ты ее размешиваешь. Просто, чтобы вымыть соус. Не-не-не, крышкой закройте, просто крышкой закройте и без болтать. Да. Так, давай. Ну, как смекалка. Ну, и что? Не будет очень много? Да нет, а он же будет в духовке, правильно? Да. У них там народ смекалистый. Я помню, Петросян еще говорил, если там есть шкурка от сосиски, не выбрасывайте. Да, вот. Видишь как? Люди знают, как делать все. Так, как вам на американском, на американской плите готовится? У нас была такая фрага практически. Понял. То есть не удивишь плитой. Да. Мне все это самое интересно, как вот на той плите, которую ставишь, сковородку или кастрюлю, а снимаешь, она холодная. Ага. Индукционная они так называются. Есть такие. Вот. Я ни разу не пробовал готовить. Про них знаю, их видел, но вот в деле их ни разу. Продаются, да. Мы не пробуем. Они дорогие. До сих пор дорогие. Друзья, мы видим отбитые куриные грудки. Вот мы видим ветчинку. Светик, эта ветчинка что будет делать? Ты знаешь, поскольку фирма была неизвестна, я просто взяла обыкновенную какую-то ветчину. Не знаю. Да, написано ветчина. Ветчина написана и все. Да. Ну и она пойдет внутрь курки. На каждый ломтик курки пойдет кусок ветчины, а сверху ломтик сыра. Вот это ломтики сыра сейчас должны. Только как нам опознать, вот на какой не класть? Так, покажи ломтики сыра. Да. Сыр не просто так, а проложен еще бумажкой. Сыр проложен бумажкой. Дай я съем кусочек сыра. Ну, один ты можешь съесть. Один. Даже два. Нет. Только один. Только один. Только один кусочек. Сначала мы видим, друзья, пленочку. На пленочке лежит куриная грудка. Он связался. Дальше лежит кусочек ветчины. Вот висит в руках у Дмитрия. Он положил сырок. А вы уверены, что сначала сырок? Я понял. Ребята, сначала сырок, потом... Вы знаете, просто мысль-то должна такая, что сыр должен связать то и другое. Ага. Это как логично. Это философская такая вещь. Я бы сказал, комбалистическая. Подружиться они должны. Да, да. Летчина с курицей с помощью сыра должны подружиться. Это я... Сори. Кошерности это им не добавить. Хотя... Так, наверное, это верно, да, наверное? Наверное, если у меня есть. Даже ее... Изо рта. Изо рта. А можно достать? В палочку? Да. Так и потом в духовку, что ли, или как? Да. У нас масло. Масло. Давайте я с другой стороны зайду сейчас. Тут рассказывают про докторскую колбасу в Москве. Да, то есть вот приходишь в магазин и просишь себе порезать докторскую колбасу. Так. Ее берут, батон, у них там стоит ножи, которые они заштрежут. Да. Если с копченой колбасы, с копченой, они снимают шелуху, вот эту... Шкурку. У меня руки. Да, шкурку. Вот. То с докторской такой колбасы они не снимают. А есть там что-то? Пластик, да? Да. Или пластик, или си... У нас полюшите сюда 8 штук. Ну, мы попробуем. Попробуем. Вот. Или в синюге. Вот. И они говорят, нет, мы не снимаем. Что такое синюга? А синюга это как бы кишка. То есть кишка. Понимаю. Да. Органическая, натуральная. Вот. И я говорю, простите, а что же я буду изо рта буду эти атомники что-ли доставать? Ну, как? А люди, а люди, а люди, а люди снимают, говорят. Нет, я хочу добавить, что вы видите, но здесь то же самое происходит. Поскольку вещь эта русская докторская поогласия, то русский клет точно так же не снимают. Когда режешь на кусочки, то все это... Правда? Ну, тебе же объясняли, почему они. Вы знаете? А почему? Они говорят, что либо тупые ножи, либо что-то. Они разрушаются, вырывают, там начинают клобасовываться. То есть это ерунда абсолютно. Потому что я говорю, вы мне, пожалуйста, снимите. То есть это не разрушающие. Вы мне отрежьте куском, вы мне снимите эту синюгу и взвесьте вместе с ней. А порежьте без нее. И они так делают, все замечательно. То есть могут. Они ни разу синюгу не положили туда. Ну да. Вот на мою просьбу положить это взвесьте. Нет, ни разу. То есть порезали нормально. Друзья, чем хорошо вот то, что мы делаем? Не надо никого просить, ничего. Сам себе положил с бумажкой, без бумажки, палочкой воткнул. Хочешь пластиковый, хочешь деревянный. Хочешь ешь, потом хочешь не ешь. Вот все, как бы, как захотел. Я боюсь, будут обличительные советы. О, да. То, что кто же так держит курицу? Да. Кто же так... Ничего святого. Кладет сыр. Ничего святого нет. Курицу. Как же так можно. Как на бутерброд положил. Да. Да. Ее же надо пласково. Все, что они не использовали. Так, надо помнить, что один кусок нужно без сыра. Да. А чего? А у нас Саша не ест сыр. А, окей. Ета же Наталья советовала. Потом она сделала, посыпать сыром, как мы будем. Светик, объясни мне. Что было в видео Наталье, может быть, Дмитрий смотрел. Что было в видео Наталье... Давайте вот это без сыра. В видео Наталье что было после того, как она сделала это все? Уже греется духовка. Так. На 380 градусов. Кладется... У нас 8 этого. У нас 8. 10 этого. 10 этого. Давайте я тогда вместо сыра еще одну ветчину положу. Ну конечно. Значит... Греется духовка. Греется духовка. А как мы пока не будем знать какой? Надо палочка... Вы знаете, а вы уверены, здесь осталось 3 куска. Здесь и у нас осталось 3 куска. Их 8. Их 8. Все. Отпадает. В ее кусок и палочки. Вот. В ее кусок и в нем две палочки. Гениально. Гениаль. Как говорят французы. Genius. Да. Так. Так что, Наталья Квик, что там сделала со своими фитюльками? Значит, все раскладываем в эту формочку. Посмотри. Вот формочка стоит. Вот это я вижу. Вот сюда. И туда мы все зальем вот этим самым. Раз, два, три, четыре. С соусом. Как? Мы нальем его сюда? Мы нальем его сюда. Это будет как прям, я не знаю, заливное какое-то. Здесь, ну что, я не помню, сколько времени она предлагала попечь. Ух, я бы ставил... А у вас не разогретая духовка? Вот я грею сейчас. Грейте. Ну, я думаю, что это минимум 45 минут. Нет. Может быть, видео еще раз посмотрите? Мы посмотрим сейчас. Мы посмотрим сейчас. Она, по-моему, минут 20 или 30 греет. А потом сыр греет еще 15 минут. Ну, вот так 45 минут. Да. А там две полки вытнутые где-то? Да, да, да. Фирма Веников не вяжет, фирма делает гробы. Она просто лечится. Не хорошо. Как, кстати, сейчас в России гроба. Да, гроба. Есть ли разнообразие? В руках... Все в своих руках держит фирма, полубандитская фирма Ритуалов. Так, а что это бандитская? Вот. Сама упаковка. Нет. Ну, это... Это государственное. Это государственное. Да. Это просто дело. Это связано с землей. Вот. Которая очень дорогая. До всех этих кладочек. То есть, они русскую землю. Они вот так налево пускают. Да. Так. Вот одного я вижу. Значит, надо будет как-то хитро... Так и что фирма? Так... Нет. Скоропабельная. Раньше они ездили на таких страшных черных автобусах. Да. На которых была надпись Ритуалов. Сейчас они ездят на автобусах Мерседе... Микро минивэнах таких. Да. Как Мерседе. Мерседес. Так у нас тоже так, да. И Вольцваген. Отлично. Вот. И среди них даже встречаются белого цвета. Люди? То есть, да. Это как бы с надеждой. С надеждой. То есть, он умер, но надежда осталась. То есть, водители белые? Машины? Нет. Водители белые. Машины. Раньше были автобусы, все черные. А теперь минивэны. Есть черные, но есть и белые. Но сегодня у нас черные здесь, которые разводят. Они у нас черные. Слушайте, а по Москве ходят эти с надписью Google? Ну что ты? Которые фотографируют улицы? Вы что? Это что же враги? Это вражины. Как же они нас фотографируют? Это уже секретное объект. Это у нас везде секретное объект. А как же ваши Google Maps? Как же у вас там? Там у нас просто выставляются. Выставляются? Во Франции я ставил человечка и все разводил. Я тут на днях, после рассказов своих там на видео, пошел, нашел пионерский лагерь. Света, помнишь, мы там вожатыми были? Да. Имени Зержинского. Я его нашел в Алуште. Прямо фотографии? На Google Maps нашел. Да, единственное, что там... Я думаю, например, это тот Google, который продукты развозит. Ну хоть какой, Света. Ну хоть какой-нибудь уже. У нас есть Google, который развозит продукты. Нет, это называется Google Экспресс. А еще у нас есть Google, который просто карты снимает. А он понимает так, чик-чик-чик, чик-чик. Нет, у него вот так... Знаете, говорят, со спутника можно снять звездочки на погоне лейтенанта. Это... Или надпись на спичном коробке «Гигант». Это... Министерство обороны такие имеют. Соединенных Штатов? Нет, может быть, и российское. Может быть, они так вот и фотографируются? Когда я еще проходил военную подготовку, а это было очень давно, нам говорили, что можно ракетой и баллистичкой забить гвоздь в любой точке, там, земного шара. Угу. Угу. Да. Не знаю, но тут, мне кажется, это много других проблем. То есть, может быть... Так, Миша... Не знаю. Это очень сложно. Ее и видно. Остался один кусочек сыра, на который как бы нет претендентов. Нет? Нет, нет, нет. Так вот, вот, вот. Есть, места не хватает. Понимаешь, вот мы говорили про фирму «Гигант». Или как она? Гигант? Не гигант. Гигант. Гигант от спички. Нет, а фирма «Упокой души», которая делает. А, ритуалы. 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 В общем, для наших ритуальных целей нам хватило этой посудки. Прекрасно. Просто прекрасно. Отлично. Да, друзья, наступил момент такой. Истины. Истины. Так. Вот она. Вот она, Альфредо Соус с нашими грибочками, с нашими надеждами, с нашими вожделениями. Я знаю, друзья, многие скажут, нельзя такое перед сном. Многие, Света, это у них может быть перед сном. Ты же не знаешь, когда люди смотрят. Они говорят, нельзя такое перед сном. Показывай. 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 Игрибочками или чем? Показывай. Прекрасное обоняние. И грибочками, и соусом Альфредо. Просто изгонки. А на что похож соус Альфредо, если бы в Москве такое понюхать? Что бы вы сказали? Там есть, наверное, песто Альфредо. Есть все. Ну, это сыромолочный такой. Со специями соус. Все отлично, сыромолочный соус. Друзья, вот вы поняли, если у кого нет Альфреда, возьмите любой другой сыромолочный соус. так и что теперь духовку ладно да вот друзья вот друзья в духовочку в духовочку центр и что света насколько насколько посмотрим сейчас вы посмотрите у Наташи пошли смотреть кино и вернемся ребята что у нас вот со шпинатом вынимать ну хорошо со шпинатом кто-то прокомментирует могли бы прокомментировать шпинат жарится на сковородке вот и все так сказать да вот шпинат вот сковородка и масло внизу но вы ничего не терли там нет пока ничего ничего так это мы вынимаем это первый выем как бы первый выем друзья вы посмотрели только что видео Натальи пересмотрели и у Натальи в этот момент что она делала она сыром обложила кусочками сыра и дальше поставила еще в духовку значит никакой травкой как мы сейчас а что за травку нас это кинза 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 мараули или просто кинза просто кинза значит ну тоже такая кавказская травка пахучая я я не чувствую сейчас но мне далеко ставят сбоку короче травка а сыр будет конечно то есть мы в отличие от Натальи значит сыр берем тертый так покажи светочка вот это тертый сыр Наталья кусочками четыре сыра вместе в одном пакете 4 сыра в одном флаконе давай света из флакона что нам это когда возможно мы можем любой толщины покрывать как мы хотим так ага потому что сыр который был Наталью он имел определенную толщину но она где-то одним слоем где-то двумя так она в общем тоже разнообразила то есть мы сознательно перешли пошли вот на такой сыр который то есть у нас слой сыра тоньше чем у Наташи я не думаю что он тоньше может быть даже толще так ну посмотрим а пахнет да ты чувствуешь запах там ну все вот во всяком случае травку мы накрыли главное чтобы она отлично иначе она пересохнет светочка а у меня такой вопрос вот этот вот шпинат шпинат я у Натальи видел что там чесночку добавлять мы добавим будет да вот я вижу там чесночок лежит да и орешки добавим орешки поехали обратно в духовку так Дмитрий мы едем обратно в духовку ты всегда мне напоминаешь как Баба Яга и это самый Иван Иванушка я Баба Яга нет нет Баба Яга говорит а давай снова в печку значит так и раз снова в печку 10 минут а у Натальи было 12 значит 12 все друзья на 12 минут мы делаем перерыв вот так друзья нарезают чесночок московские гости это можно говорить ария московского гостя вы знаете не надо он когда термообработка это уже не чеснок это же другой совсем продукт такой чуть-чуть островато такая чё Дмитрий поваром работал конечно да я у меня образование первое самое поварское я после школы когда не поступил в институт я надо было пойти куда-то работать но и в армию не забирали у нас чесноком уже готов так пахнет чесночком хорошо даже вот на расстоянии друзья могу сказать открываем итак у нас второе пришествие нашего рагуни назовешь нашего блюда как будто морковка такая мелко натертая да ну красиво ну а там булькает смотри буль-буль вечно в соусе этом да альфредо соусе буль-буль такое ну что же это можно уже потреблять что ли да шпинат как будет в виде гарнира ну шпинат будет рядом на тарелочке лежать вместе с чесночком там шпинат пахнет с чесночком изумительно так немного его совсем как бы ну он же ужаривается его да можно полкило шпината ужарить так что на сковородке и вот друзья торжественный момент когда хозяюшка да в косыночке хорошо так вот прямо знаешь как вот прям хочет назвать настенька такой образ такой русский так бум значит ну что татьяна передать им привет может быть тогда наталья с удовольствием если она смотрит да все остальные на наташа особенно так передаю привет она меня совсем не знает в отличие от моего супруга так я ее знаю хорошо но вы не ревновали супруга наталья а то он все смотрит на нее смотрит ну но на вас тоже смотрел нам на меня смотрит он чаще так давайте наташа такой искренне замечательный человек что ты невозможно приревновать а потом наблюдая ее я хочу сказать что ваш супруг не будет строить такие гримасы как винни тут вот мы как раз сидим смотрим вот у нас на экране вы смотрите на экране у нас сюжете да где он как раз с таким именно лицом и сидит в облах ел бы очень даже с удовольствием вот он и воблу и сало у него не пошло так что у нас у нас еще и картошечка пюре я не знаю как бы как бы он отнесся к картошечке пюре я не знаю а саша нашли все друзья желаю вам вместе с нами приятного аппетита чем покушаем чем бог послал а